всем привет друзья сегодняшнее видео будет посвящено спасению канарейки которая участвовала в гибридизации с репелом снесла три яйца и ей стало плохо она опустилась на пол я начал лечить спасать можно так сказать пока я лечил спасал очень плохо стало самки неразвучника у самки неразвучника застряло яйцо там прям прощупывалось оно пришлось оказывать вызывать реанимацию оказывать неотложную помощь но все все прошло благополучно во всем видео я вам все покажу расскажу видео будет о этом как спасал я неразвучника как спасаю я и как лечу я самку канарейки и в конце видео это уже прошло второй день сегодня идет второе яйцо нет сегодня третий день идет второе яйцо самка благополучно сидит в гнезде пытается снестись там в конце немножко мне удалось скрытой камерой снять именно как самочка неразвучника сидит в гнезде так что в принципе пока все хорошо смотрим видео потом пишем комментарии может что-то неправильно сделал может надо какие-то лекарства применять но не знаю но как мог я спасал друзья сегодня я вам прок покажу как протекает лечение канарейки вот самочка сидела на яйцах снесла 3 яйца и на следующий день спустилась вниз и так провела весь день как бы если быть точным то самка с утра слетела вниз на пол клетки и больше не поднималась я в обед разместил вот такое вот устройство это видите обыкновенная лампа накаливания 65 70 ватт сейчас у нас уже восемь часов вечера 20 00 обратите внимание что самка расположена в максимальном приближенном положении к лампе то есть там где более тепло таким образом самка оздоравливается по мере выздоравливания она будет отодвигаться от лампочки и когда ей совсем станет хорошо она перестанет нуждаться в тепле она уйдет на жердочку и продолжит заниматься обычной своей жизнью кушать прыгать с палочки на палочку и возможно продолжит накладки сидеть посмотрим но пока вот события развиваются так сейчас я попробую приблизить вы увидите что у самки закрытые глаза она дремит или кемарит немножко я ее спугнул но по крайней мере видите как она живенько отбежала от лампочки то есть и даже прыгнула на жердочку то есть она не совсем тяжелом состоянии ну под лампочка она просидела уже примерно часа четыре точно ну может часа три просидела возможно какие-то пошли маленькие улучшения в общем я буду наблюдать все буду фиксировать все вам покажу потом подведем итоги это видео будет посвящено для того чтобы кто сталкивался с подобной ситуации вы знали что вот просто обыкновенная лампа накаливания это называется лампа накаливания вот она кушает кстати если канарейка кушает это говорит о том что ей не так уж плохо скажем так ну это не говорит то что при этом лучше стало хорошо это просто она как бы еще есть шансы что она выздоровеет я надеюсь она точно выздоровеет так немножко забегу наперед если самка выздоровеет то я наверное все таки уберу кладочку но я кладку уже клад смысле я ее яички уже передал другой самки на насиживание у нее в гнезде оставил одно яйцо это на всякий случай если она вдруг надумает нестись так вот я думаю если она выкарабкается вернее правильно будет сказать когда она выкарабкается выздоровеет станет крепко я уберу ее гнездо уберу репила этого тоже уберу и самку пущу в пролеточку чтобы она полетала ну может быть месяц примерно месяц пускай полетает наберет сил и потом продолжим период размножения можно у канареек продолжать в принципе до средины лет а потом в конце лета они по идее по закону жанра должны идти в линьку закон жанра будет обуслов обуславливаться продолжительностью дня святого продолжительность светового дня то есть когда продолжительность светового дня превышает 15 часов то у них происходит гормональный сигнал и птица идет в линьку все на гормонах дел делается ну вот все она снова засыпает под лампочкой но не будем беспокоить примерно через час через два буду проведывать ее и потихонечку буду фиксировать все это на видео друзья наблюдают за канарейкой сейчас только что прыгала сейчас только что прыгала жердочки на жердочку и снова пошла покушала вот видите этот быстренько на сделал быстренько навел камеру думаю чтоб не пропустить вот пожалуйста она еще отсидела где-то примерно час после того нашего эфира и вот так себя повела сама отбежала вы видели посмотрела в гнездо там лежит яйцо а тем временем у нас поступила в очень тяжелом состоянии самка неразвучника я увидите рядом около стекла около лампочки сделал специальную переноску там и сверху лампочка вот здесь сейчас у меня неразвучника самка в тяжелом состоянии там прям прощупывается яйцо крупная идет самка тяжело дышит я и немножко смазал маслом все сделал первую помощь и жду а вот канарейки становится лучше прям на глазах вон она скачет по-моему еще и репил немножко обрадовался смотрите как они вместе вот поилка мешает давайте немножко понаблюдаем за реплом за канарейкой надо сказать что самка стала поактивнее гораздо поактивнее вот она кушает сейчас кушает зерно и достаточно бодро и резко крутит головой то есть вращает по сторонам с утра она была вялая такая слегка поворачивала голову а сейчас вот ей лучше сейчас еще время немножко пройдет еще понаблюдаем я надеюсь что уже ночь она будет ночевать на лампочке то есть на палочке надо будет лампочку немножко поднять чтобы она на палочку взлетела и там ночевала ну так вот друзья мы видим что лампочка реально помогает да хочу заметить здесь эту самочку я прощупал прощупал яйца я там не обнаружил по поводу маслом смазать я не стал смазать потому что но яйца не было не знаю что с ней происходит но самки становится лучше посмотрим посмотрим друзья мои значит у меня хорошая новость сейчас я вам покажу самку неразлучника вот самка маскового неразлучника обратите внимание как птица тяжело дышит сейчас я ей дам воды паузу сделаю срочно попить дам и расскажу самочку самочка немножко ослабла сейчас я ей дам водички значит у этой самки не могла она разнестись сейчас я вам расскажу я сейчас хочу попоить ее одну рукой тяжело но можно так мне удалось ее немножко попоить значит смотрите какая ситуация пока я лечил самку канарейки самки канарейки кстати стало лучше вон прыгает она смотрите но я еще пока лампочку убирать не буду у меня вот такая приспособа здесь достаточно тепло здесь достаточно тепло прям вот руку уже печет тут смотрите два патрона к проводу привязано ну это я подсвечивал идут у меня совпадения здесь поступает в тяжелом состоянии самка неразлучника я щупаю клоаку и там реально прощупывается твердое яйцо я сперва подумал что крупное яйцо не может разнестись я ее под лампочку но ей лучше не становилось думаю сейчас я потом смазал маслом сейчас я вам все продемонстрирую к сожалению снять я это все не смог потому что надо было действовать быстро но самка потихоньку приходит в себя я надеюсь придет в себя ну как бы яйцо я извлек все благополучно там все без порывов без ничего все нормально маслом смазал клоаку сейчас я вам покажу как это масло какое у меня было канарейка опять ест вот друзья я налил маслица в такую крышечку это крышка с под бутылки пластмасса обыкновенной да куда угодно можете налить масло набрал я в шприц масло вот тут у меня был примерно пол шприца было а даже вы видите немножко осталось затем я взял самочку неразлучника вверх ногами вниз головой вот так вот ее опустил держал здесь у меня был хвостик и попка попка у нее пульсировала и я прям туда капнул с этого шприца прям вплотную подставил к попке и туда капнул масло так все помазал этот весь ее задочек помазал маслом и немножко попытался в попку этого масла и как бы небольшую клизмочку такую маслом сделал вот правильное слово нашел клизму сделал из этого масла в рот я ей это масло не закапывал потому что некоторые говорят надо там типа в клюв ей закапать чтобы ее пронесло от масла нет и такое не надо в общем так затем я стал немножко вот пожалуйста причина достал нормально я имею ввиду не крупная средне ну обыкновенного размера яйцо даже я сказал мелковато яйцо неразлучника яйцо такое сухое было в общем вышло яичко все хорошо ничего там не лопнуло без повреждений а это я водички сейчас при вас давал ну я тут набодяжил воду с метронидозолом метронидозол он убирает воспаление там все эти процессы я думаю хуже не будет метронидозол ну в общем вот за компанию помог неразлучнику сейчас ее положил пускай приходит вон там шевелится пускай приходит в себя но я думаю опасность позади у меня как-то был случай тоже с неразлучником но там был неразлучник фишер яйцо начало выходить наполовину застряла и пока половина яйца вышла она разорвала ей весь выход там в крови все было там пришлось именно расколупливать яйцо потом это все выпало обработал зеленкой все засохло зажило но самка осталась жива ну вот сейчас ей тоже надо отлежаться от отоспаться да еще хотел сказать лампочка греет отсюда неразлучника и канарейку и еще плюс неразлучника догревает сверху ну такая вот у меня тут ситуация происходит честно говоря честно говоря вот это вот яйцо у меня первый раз благополучно вышло из птицы обычно то лопнет то еще что-нибудь случится так что так ну и вернемся к канарейке смотрите сейчас я в сторонку отойду и понаблюдаем вы видите это совсем другая птица то есть я имею ввиду состояние совсем другое какая она была утром и какая она была изначально на видео там где я яйца перекладывал она была вялая надутая здесь она бодрая и счастливая ну попозже сейчас еще ее отсниму как бы она у меня под наблюдением но теперь у меня и неразлучник под наблюдением пока он глаза закрыло спит тяжело на себя чувствует конечно очень мы будем надеяться все будет хорошо и так прошло еще три часа после крайнего визита нашего не я сейчас вам хочу показать улучшение на лицо вы видите канарейка отошла проснулась канарейка отошла я имею ввиду от лампочки она здесь располагалась когда чувствовала себя плохо сейчас она находится наверху на доме на гнезде ну уже спит сейчас по времени уже примерно пол первого ночи то есть вся птица спит я сейчас тут свет включил ну видите она как как бы уже уснула у нее ночь началась но дело в том что канарейки значительно лучше она спит не возле лампочки а уже спит в обычном месте ну слегка она охухленно но это может быть потому что спит они обычно когда спят вот так немножко поддуваются посмотрим завтра утром что будет как кто будет себя вести так по поводу по поводу неразлучника вот яичко лежит у нас сейчас покажу самочку неразлучника смотрите самочка неразлучника так прибегла в осмотре можно сказать что самка чувствует себя значительно лучше дыхание у нее восстановилась она дышит нормально дышит то помните она тяжело дышала такими большими вдохами сейчас в принципе нормально дышит о видите какая бодренькая она то в принципе у меня не ручная вот сейчас у нее хорошая реакция на камеру то есть она раз раз такая что за дела кто беспокоит так значит я думаю на ночь оставлю все это так тут включенным будут две эти лампы греть если канарейки станет хуже она может оттуда придет погреется сейчас поправим немножко так чтобы поближе это все дело было кстати друзья погода у нас сегодня пасмурно весь день и такая какая-то если ну состояние какое-то сонливое что ли я не знаю может как-то это связано атмосферное давление влияет на яйценоскость на вот эти вот все задачи которые у нас происходят допустим я слышал я слышал такое что якобы куры реагируют на вот эти все погодные атмосферные изменения и немножко там яйценоскость уменьшается может как-то связано не знаю но это предположение так я хочу сделать чтобы лампочка вплотную не прислонялась а то вдруг что-нибудь затлеет или подгорит переживаю вот так вот сделаю чтобы сюда было поближе и сюда не получается вот то есть нет надо повыше вот если канарейка подойдет ей будет хорошо греть как-то низковато вот и канарейки будет хорошо и самочки неразлучника да вот и канарейка прибежала проснулась я здесь поил самочку неразлучника вот в шприце набирал воду с метронидазолом сейчас покажу у меня вода осталась я думаю на ночь поставлю потому что здесь тепло пить захочет попьет а у канарейки вот тут своя обычная вода без всяких лекарств у кенара как распелись среди ночи свет включил и все начали петь вот такая вот банка это банка под какого-то паштета или икра была здесь в общем вот сюда налил воды расставок таблетку метронидазола и набрал шприцом и поил неразлучника самочку когда яйцо вот это вот достал ну и сейчас думаю на ночь поставлю на ночь эту воду поставлю пусть пьет видите какая шустрая вот самочка пошла на поправку я думаю где поставить чтобы это было ну туда-то ой-ой-ой чуть не вылезла ну надо же все получается если будет ей холодно уйдет в тот угол если будет жарко уйдет в этот угол это получается самый дальний угол по диагонали там пускай водичка стоит хочет пей хочет пусть пьет зерно там есть ну я и просто насыпал думаю достаточно будет просто на ночь так так как она рейки я наверно подсыплю еды у нее что-то пусто стало хороший аппетит хороший аппетит набирает сил ну видите а нет тут есть еда ну в общем все тогда пускай они спят с утра снова сделаем обзор потом все это смонтируем и получится я думаю полезное видео будет обратите внимание у канарейки с репевом в принципе еда есть зерно но канарейка что-то хочет более вкусненькое но я позволю себе позволю себе дать ей новую порцию плюс к тому еще зерносмеси потому что она пусть набирает силы ну пусть выбирает там что ей больше нравится восстановится будет кушать все подряд я обычно насыпаю норму и на сутки пока все не съест ну как все условно там если я чайную ложку насыпаю то там остается может быть 20 зерен и все а остальное так в принципе все едят вон видите стало сразу что-то выбирать интересно сейчас посмотрим что там она ест вот шелуха отлетает а канарейчное осенье канарейчное осенье любит ну пускай поправляется все тогда я сейчас буду тушить свет у меня здесь свет тухнет вот друзья вот в такой обстановке птица будет сегодня ночевать то есть основной свет везде потух а возле нашего лазарета будут гореть две лампочки лампочки по 65-70 ватт с сегодняшнего дня итог подводим неразлучнику извлекли яйцо из яйцевода ей стало лучше значительно самка канарейка тоже идет на поправку когда я пришел она на гнезде спала сейчас вот кушать пришла ну я думаю поест а нет она уснула ну в общем пока все складывается нормально да состояние хорошее стабильное проверяем утром друзья наступило утро сейчас мы отправимся и посмотрим как чувствует себя канарейка и неразлучник самочки неразлучника и канарейки и так вы видите мы видим с вами что птица находится возле лампочки обратите внимание вон сверху щегол сидит щегол а самка то в гнезде вот здесь видели самка спрыгнула с гнезда так что возможно скоро у меня здесь что-то получится хорошее так к нашим самочкам которые у нас в реанимации неразлучник о видите какая реакция птица за ночь полностью восстановилась судя по такой реакции можно сказать что птица восстановилась можно наверное ее обратно в пролетку пускать ну хорошо что ей стало хорошо я наверное сейчас у нас раннее утро сейчас побегут все на работу по делам школа садик так что думаю после обеда ближе ближе к полудню посажу ее обратно так что самочкой канарейки ну самочки еще пускай лампочка я думаю погреет да буду наблюдать буду наблюдать не такая прямо на резкая как хотелось бы и поскольку она не так недостаточно резкая как мне хотелось бы немножко видите у нее округлость такая есть пусть еще посидит под лампочкой а самку неразлучника в обед вернем обратно в вольер будем тоже наблюдать там же еще будет второе яйцо третье яйцо не знаю что будет с ней как она сегодня этот процесс пройдет напомню сейчас вам по поводу самочки неразлучника это самочка сейчас покажу откуда пришла вот у меня здесь есть вольерчик небольшой тут две пары неразлучников вот получается это самец той самки которую мы сейчас реанимировали а другая пара видимо оба залезли в гнездо там масковый не там фишериха по моему сидит в общем вот такая вот ситуация это отсюда самка прилетела у которой закупорка яйца была вот кстати домики я вешал одиннадцатого ноль третьего одиннадцатого марта двадцать первого года вот видно да и вот такой вот такой вот получилось неприятность ну думаю что трудности позади так пару слов по реанимации масло я использовал подсолнечное просто подсолнечное масло у кого есть кукурузное там оливковое без разницы можно и кукурузное и оливковое и рапсовое и конопляное льняное без разницы лишь бы это было масло не химическое я имею ввиду не машинное масло а такое для питания которое подходит вот набрал масло покапал на клоаку и извлек такое вот яйцо у самки неразлучника все тогда покидаю я снова своих подопечных увидимся позже самка и неразлучника вопросов в принципе нет а ее тут пребывание пусть еще полдня посидит а вот канарейка видите под вопросом что-то ей не очень итак друзья наступил день следующего дня подводим итоги птицы находятся под лампочкой обратите внимание канарейка также под лампочкой самка неразлучника на импровизированной жердочке сидит на баночке самочке хорошо прям стало она вон смотрите прям состояние отличное сейчас я ее пересажу обратно в вольер а вот самочке канарейки посмотрим что-то непонятно я вот ей сейчас травку давал но еще травку не ела сейчас посмотрим подуем посмотрим что там у нее происходит так вроде вчера смотрел вроде все нормально было но может за ночь за полтора дня что-то изменилось сейчас посмотрим так для начала давайте самку сейчас уберем может у нее второе яйцо вылупится ну таким образом берем самочку чтоб не кусалась тут видите у нее все хорошо все чисто аккуратно вот прям сюда я капал масло здесь было набухшее прям хорошо было видно я капал все сейчас я ее посажу в стайку вот здесь у нее домик укусила напоследок вот она встретилась со своим партнером буду наблюдать потому что возможно будет второе яйцо может быть это было второе яйцо сейчас проверим домики но пока состояние визуально можно сказать что самки самки стало лучше так вернемся к канарейке так по поводу канарейки в поилку я сегодня утром навел лекарство которое снимает воспаление воспалительные процессы микробные процессы останавливает это метронидозол попробуем по крайней мере самки неразлучника это это помогло может быть просто лампочка помогло может быть неизвестно что помогло но что-то помогло так сейчас посмотрим ганарейку так она видите активная но почему-то заморачивается зависает вернее на кормушке возле лампочки сейчас поймаю я ее и покажу вам ловил я самку достаточно она шустрая тут у нее ничего пухшего нету все в принципе у нее в пределах нормы видите и на ощупь мягенькая все то есть яйца там нету в общем пускай пьет лекарство и сидит возле лампочки ну в общем что можно сказать самки стало лучше пока канарейку лечили спасли от неименуемой гибели самку неразлучника на этом видео наверное подойдет к концу еще понаблюдаю несколько дней ну день-два понаблюдаю как станет самочке лучше обязательно сообщу об этом все всем спасибо за внимание пишите в комментариях может быть что-то неправильно делаю надо какие-то другие лекарства применять или как-то или что-то давайте попробуем совместными усилиями помочь самочке ну на сегодняшний день у меня лампочка и метронидозол с водичкой пока так все всем пока и Продолжение следует...